Сегодня 18 октября 2014 года, суббота. Вчера у нас одно дело такое было, но поздно уже, ночью было, и ничего мы не могли записать. Пойдем-ка маленько дальше пройдем, я буду говорить, и ты в окрех покажешь голубей, на крыше они сидят. Выпал снег. Ну, снега много, сантиметров 5, а может даже и больше. Вчера он выпал, и приезжал Игорь, еще там гречка не убрана, много-много. Там и у Жени Долгова, у того 6700 гектар, еще много, говорит, не убрана, и кукуруза стоит, а она должна только сухая браться. Но говорят, что с понедельника до 9 градусов тепла будет, еще, может, это все уберет Господь. Потому что кое-где на деревьях еще листья есть, но правда все стало голо уже. Вот какое дело. Когда мы работали в мостопоезде, ну, это строительный мостопоезд, СМП-140 в Барнауле, то нам была льгота небольшая, так как железнодорожники, как бы мы считаемся, бесплатный билет в один конец. Ну, куда в один конец? Я могу в Санкт-Петербург, Ленинград, до Владивостока. Ну, в одном направлении, чтобы. Ну, а мы близко познакомились с тем, кто выдает, и брали так. В один конец. Мы в Барнауле живем, у нас родственники во Фрунзе, это Бишкек, ну, а дальше там через Каспийское море, Баку, захватываем Тбилиси, дальше так все, идем дальше, Молдавия и Латвия, Литва, все проходим до Санкт-Петербурга. Это в один конец у нас считалось. И нам шли на встречу. Много было. И везде встречи, встречи, беседы, люди. Ну, настолько было интересно. Ну, мы ездили, я ездил не один, тогда еще он священником не был таким. Вот. И мы человек 6-8 ездили. Там такие воспоминания, это можно даже рассказать когда-нибудь. Ну, и от моста поезда нам дали квартиру. Вторая строительная, 62-16. В фильме «Пречувствие» в этой квартире снимают фильм. И притом не один раз снимали, эта квартира очень известная. И Малашин снимал Юрий Николаевич, и это режиссеры. И Кузнецов Владимир Сергеевич. Вот. И эти бараки сносят. А дал нам, там профсоюзный делатель был, Виктор Колбин, его называли «Обещалкин». Ну, напещает и забывает. А сам добрый, хороший. Вот меня даже упрекают, у вас все хорошее? Ну, хорошее, что я могу сказать-то? И он нам ничего не обещал, а квартиру выделили. Ну, квартира небольшая, 16,8 квадратных метров. С кухней все это вместе. Ну, там никакой все это, ширмой отделяли. Сколько там людей было, это недалеко от вокзала. Кто бы ни приехал, пешком там не надо садиться, линию пересек, и уже у нас. Рядом железная дорога идет, грузовые поезда идут. Там столько я работал с милицией, преступников задерживали. Я ни одного не сдал в милиции. Возвращали товары, которые они грабят, прям в пояс обратно забросят. Колокол у меня они мне потом принесли. Воску. Вот. И вот эти бараки сносят. Я все это вокруг пока говорю. Сносят-то сносят, но пока их не снесли, рядом снесли. До нашего дошли, и пока остановилось это. И квартиру должны дать в городе. Это неплохо. Я уже сказал, если мне квартиру дадут, я знаю, у кого квартиры нет, я просто отдам ее и все. Ну, бросить как? Ну, каждый месяц приходится платить. Ну, платить немного, но больше, почти чуть не в три раза больше, чем за мусор. Тут платится 35-40, а там 100 рублей. А там никто не живет. Ну, и вот труба упала. Так сосед говорит, грузин. Ну, это барачного типа раз, в одном коридорчике. Ну, а внизу-то топят, и дым-то куда пошел? В нашу комнату, и теперь во все щели. Они подумали, что что-то там горит. А что там горит? Электричества нету. Ну, их объяснение мне показалось неискренное. А у него на работе люди есть какие-то, и они взломали мою квартиру, и туда поселились эти люди. Нехорошее дело. Что за люди? Откуда они? Если он грузин, значит, эти могут быть даже не с нашей местности люди. Ну, я пока не ходил туда. Жена Надежда Васильевна-то ходила и говорила с ними уже. Ну, уже вот холодно. Я могу их сегодня прийти, взять милицию, и в течение там 10 минут их праха не останется. Тем более взломали, зашли, там проверка будет. Ну, я не могу этого делать. Но мне надо договориться договор какой-то составить. Хотя бы как-то сохранили там, что есть и прочее. Ну, я договорился, и вчера знакомый один, очень близкий помощник такой, вот, Дмитрий Капустин. Он заехал уже в позднее время, потому что там звонили на того человека, кто там, люди живут, сколько человек. Никто не отвечает, и решили съездить. Ну, ехать мимо милиции, я говорю, давай остановись, железнодорожная. И я им в милиции оставляю. Вот такую записку подошел дежурный там где. Улица 2-я строительная, 62-16, Лапкин Игнатий Тихонович. Мой телефон 8-961-230-70-60. Чужие взломали замок, поселились в моей квартире. Он не может понять, этот дежурный, что я ему даю визитку, телефон. Я говорю, я на тот случай, что если что-то случится там, ну, мало ли еще незнакомые люди пьют все. Ну, вы, чтобы знали, может, какой-то ваш там экипаж ходит, сказали там подъехать. Ну, и все-таки я ему отдал, и мы тайно все это записали. Приезжаем туда, прям тут совсем недалеко. Ехать, ну, не больше 4-5 минут. Подъезжаем там милиция с автоматами, в бронежилетах и пытаются уже попасть туда. Я еду по этому адресу, я долго дома не был. Сказали, взломали квартиру, и там чужие люди поселились. Я оставляю свои данные, чтобы вы имели в виду. Это прямо против вас, улица 2-я строительная. Зачем? Зачем вы оставляете? Что? Зачем вы оставляете? Затем, что я не знаю, что меня там ждет. Вы знали, что случится, я еду туда домой, в квартиру свою. Заявление хотите написать нам или что? Он говорит, заявление хотите написать нам или что? Это как бы заявление мне, машина меня везет. Я просто на ходу выскочил, чтобы оставить вам свидетельство. Что я вас был предупредил. Может, там будет экипаж, подъехал бы неплохо. Чужие люди там поселили. Он говорит, наряд нужен или что? Да я не знаю, надо или не надо. Просто мою квартиру сломали замок, чужие люди там и находятся. Что? Запишите телефон наш. Он говорит, запишите телефон наш. Я записал. Вот он телефон. Нет, их телефон записал. Вот дайте, вот моя визитка здесь. Ладно, я пошел. Нет, они надо подписать. Подождите, подождите, тот оторвать придется. Подожди. Он говорит, я не буду брать. Он не берет. Как не берет? Ну, мы не успеем. Хотя бы вы знать будете, пожалуйста. Я говорю, едем опасно очень. Возьмите, пожалуйста. Если вам угрожает опасность, вот комнату проходите, заявление писать будете. Какое заявление? У меня машина стоит здесь, меня везет. Я соскочил с машины. Вам трудно положить до утра. Это годится, это наш большой сайт и прочее. Так, побежали. Где ваш телефон? Куда побежали? Ну, у меня машина стоит, она не может ждать. Меня туда везет. Я почти год отсутствовал. Телефон от 76. Здесь все до телефона и все, вот оно написано. Это кто? Вот ваши данные. Вторая строитель 62-16. Это его данные? Это я. Это ваш телефон, да? Да, это все данные мои здесь. Если что случится, чтобы знали, что я был. А вы знаете, что посторонние зашли? Иначе, вот спрашивают, откуда вы знаете, что посторонние зашли? Переезжала жена раньше меня. Она с ними разговаривает. Они взломали замок, зашли и поселились в квартире. Рядом тут прямо. А жена почему не сообщила? А жена почему не сообщила? Сообщила, я был на границе далеко, в Лестовоне, в Португалии. Я только что приехал. Мы находились в полиции. Поэтому я очень не опасался, я оставлю дома. А вот куда выходит? Да ребята, подожди. Хорошая я тут была. Я хозяйка тут. Сейка. Решите, а я пройду. А вы на камере, зачем снимаете? Для себя? А вы вообще не плохо. А я вот с Инахидичем не буду носить. А вы сейчас для чего вообще-то? Что за ситуация вы бесите? Понятно. А это вот у хозяев на вас спрашивают. Я хозяйка. Да тихо. Что, закрыто что-то? Да. Они за работой. Я за ключами звонила. В общем, здесь. Так, откройте, подождите, подождите, скажите, чтобы. Хозяин тут откроет. Так, добрый день. Кто-то вы, идите, оденьте здесь, пожалуйста. Они это так сказали. Сказали так, что будто бы там ходили, труба упала. Дым повалил из окна щели. Поэтому вылами, но не дай пустую. Я вот сегодня первый раз приехал. Я поопасался. Подождите, маленький. Вот еще так же. Вы оденьтесь, пожалуйста. Оденьтесь. Мы можем зайти. Так, включите, надо зайти. Я же везу. Так, зайди. Закрой. Мы что, спали? Мы не можем не дозвониться, ничего. В чем дело-то здесь у них? А этот, джума вроде бедная. А не, замок висит. А этот, а в этом, вы стучите. Так, там кто-то живет? Да. А как же они могли мне не сообщить-то? Хозяину ни слова не говоря. В торги, с квартиру. Нет, это мы-то... Да хорошо, она не пускала. Я только уведомили. Так, я оставлю вам визитку. Это мой телефон. Все данные мои. Так, можно зайти, Малика? Тогда закрою. Нет, а что случилось? Так, каким образом мне ключи-то хотя бы взять? Ну, короче, это я возьму... Ребята, закрывайте двери, это холодно. А закройте дверь, чтобы это было. А где эти люди, которые тут... Да, он тут живет, в этом квартире жил. Как? Где? Ну, вот это, Чубайш-то. Ну? Он там живет, в этом квартире. Послушайте, что с вами что? В этом же коридоре. Да. Странно, а как они тут? А это, в этой комнате, в нашей Нехова нету сейчас? Нет, у нас замок висит. Замок-то сейчас, в данный момент нет, может, на работе сказали. Я поехал даже, забежал в милицию, потому что я опасался, что за люди, кто. Я не знаю, мы здесь для чего, вы нам объясните, пожалуйста. На безопасности, потому что он беспокоится. Друг, они пьяные, друг, они... Ну, кто же живет? Люди поставили, это моя квартира. Я долго не был, год отсутствовал. Когда ты пошел отсюда, сейчас расскажу. Нет, нет крючей. Они взломали, взломали, мой наш замок выломали, а свой повесили. А я только приехал сейчас. Я был за рубежом, в Португалии. Понятно, понятно. Вот, поэтому я пошел, а поопасался, что за люди, кто взломали чужие. Я забежал в милицию, оставил данные, и говорю, если экипаж где-то рядом, пусть. Это и так понятно, что ночное время и... Все понятно тогда. То есть вам нужно что? Найти этих людей и свой звон вам и забыл. Я взял, найдете. А он говорит, они на работе. Мы вчера я звонил, я им говорю, Андрей, где вы есть? Мы к вам приедем. Он говорит, я до 9 вечера на работе. Так, ребята, я вам память оставлю хорошую. Пойдемте вот тут. Так, подожди, подожди. Там закрыто все. Так, посмотрите. Это у меня отрубенный сайт. Подожди. Держите. У тебя такой же? Такой же. Да нет, конечно. Я сейчас даю вас. Посмотрите. У вас старый. Остарый. Нет, нет, вот у меня. Я взял, я взял. А вот они те же. Пойдемте там. Все. А там что делать? Ну все, так быстро. Теперь я уже... Когда мы можем ключ у него взять? Ну, взять в траву там, в любом времени. Возьмите, чтобы ключ у вас был. Я у меня. Телефон позвонили. Они здесь. Его нет, он закрыт. Ну вот это закрыто. Это вот моя квартира. Взломали, вот замок выломали. Что-то у них тут провод. А это, наверное, свет, скорее всего. У них света-то нет. Мы же отключили. А нам сказали уже, это под словом вороки. Базунова шерстья. Ну, а тут... Это соседа, я вижу сосед один. Понятно. Пойдем. Значит, дым задушил. Он донул дверь. Он не испугался. Домоты, пожалуйста. Василию украли. Это мне уже данные дали. Я знаю, мы в квартире, ясное дело, что... Вот здесь вот стекла ломали. Видите, вот. Это стекла. Ставили стекла. Это очень знаменитая комната. Она попала в съемки фильма. Заня шофера место на международном киноконкурсе. Я в то время был полигопричен. А когда фильм-то снимали? В 80-86 году я. Зачем вы меня снимаете? Я не вас, это просто это место. Ну я вижу, кого он снимает. Это на нас он видит. Пойдемте, мужчина, напишите мне объяснение. Благодарим вас. Пойдемте. Пойдемте со мной. Иначе, просят объяснить, он написать. Да, да, объясните. Он плохо слышит, мы с ним. У нас наша машина где? Пошли. Сможете залезть? Так, мне что, к вами ехать? Нет, залезть надо. Залезть? Да. Родина, 184, Комсомольский, 185. Пошли. И что? Пошли, пошли, говорю. Вот УАЗик стоит. Ну. И что? Я откуда? Куда, туда. Вон, иди. И туда. Не ругайся. Не ругайся. А? Как? Как ты? Не кричи, я хорошо слышу. Игорь, подожди. Игорь, подожди. Я что, звонила вам? Не могу никогда дозвонить. Где вы были? А мы только приехали. Пойдемте в машину. Ну, вы видите, состояние. Надежда, что спрашивать. Ну, я бы уже выключил. Ну, ты что, слушай. Я хочу разговаривать. Я мой друг и тебя. Ну, че? Ну, че? Ну, кто бы ездил? Вот, с работы приехали только ребята. Вот они. Пошли. Погнали. Погнали. Вот они приехали с работы, говорю, ребята. Телефон есть у вас? Есть, он у меня телефон. Позвоните. Сработаешь тут видео, да? Конечно. Ребята, че ж вы выпиваете? Я же сказала, чтоб мы вас больше таких не видели. Как фамилия у тебя? Ямалаев. Ямалаев? Да. Ты Игорь, да? А тот Андрей. Андрей повыше рост. Нет, да, да. Тот на балл Игорь. А, тот Игорь. А ты Андрей, да? Да. Ну, я перепутываю все. Ну, у меня телефон-то того и другого. Я сейчас с ними часто разговаривала. Ермалаев, как имя и отчество? Андрей Владимирович. Андрей Владимирович, да? Да. Когда день рождения Андрея? Да. 22-го, 1-го, 72-го. 22-го, 1-го, 72-го? Да. Так, мы сейчас зайдем. У него нет ключей. Они домой зашли? Ключей нет. Жена, жена у него, у жены. У меня там в квартире? А? Ну, в квартире тут у меня есть? Да, да, да. Мне ключ нужен. Ключей нету. Так. Он говорит, у жены у него. А жена где? Сейчас придет через 40-й. Вот видите, как все сошлось. Ермалаев. Да, подъезжает. Ну, они как, слушай, они с одной стороны как сторожа были, что у нас тут окна. Вы раз там уже теперь перешли в другую комнату, мне ключи нужны. Соседу отдадите? Да, Бичаку отдам. Отдайте ему, потому что, видите, приезжал в милиции и все проще. Вам зачем неприятности? Понял, понял. Конечно. Я вас, мне кажется, не выгоняю, но просто надо уведомить было хозяина. Все, налоги, пошли на нее. Конечно, разберем. Да, все, все, уже разберемся. Все, все, разобрались. Ребята, вот он пришел, хозяин где-то. Хорошо. Ключей, кстати, у хозяина. Всего доброго. Все. С Богом. Это светит. Отойди от них. А то дверь-то пищевет тебе. Отдам. Я Бичаку отдам ключи. А где хозяйка-то? Сейчас ты был, минут через стол. О нет, я не могу ждать. У меня машина нанята. Ну ладно, Андрюша, мы придем потом. Машина у нас стоит. Хорошо, спасибо. Так, это, только что без обмана. Нет, я деду отдам ее. Вы понимаете, что если я бы пожаловал на вас, вы бы сейчас сгребли. Нет, я говорю, не трогать, не выгонять. Я говорю, ничего нет. То есть я договорюсь всегда с вами. Но они мгновенно сразу дали экипаж. Деду отдам. Ну вы скажете, скажите, тут был экипаж милиции. Нам не надо ничего придумывать. Да, пошли, договора нет. С Богом. Вы же звонили. Надежда Васильевна. Надежда Васильевна. Я удивился, во-первых, как оперативно работают. Мне эти органы очень известны. Я много лет вел занятия. Тут пять отделов милиции. Городское УВД и Краевое. И за мной они приезжали. Заранее заказывают тему то об экстремизме, то что-то такое там милицейское. Но я на основании Библии доказываю. У меня доступ был. То всех прокуроров и помощников прокуроров собирают. Опять за мной заедут. У меня очень широкий диапазон был с этими силовыми структурами. Воинские части все тут, Алтайский край. Откуда только они не прилетали. Приехали как-то полковники. Я приезжаю, два полковника на машинах тут. Мы, говорит, решили зафрахтовать самолет, чтобы вы успевали во все воинские части. Наши где-то танковые части тут стояли где-то. То есть спрос был ошеломительный. По районам, в районных отделах милиции везде свидетельствовал. Так начальник милиции мне и говорит, знаешь, говорит, мои эти сотрудники-то, которые с народом-то, жалобы идут на них, стали себя тише вести. После ваших-то бесед. Тише. Я говорю, я веду занятия 17 лет в местном СИЗО. 3700 человек. Ну, это тюрьма. Исправительный изолятор. И каждый год начальник выписывал нам благодарность. Спокойная обстановка. Ни захвата заложников нет. Ну, то есть, нравы меняются. Когда спрашивают, ну и сколько человек обратилось. Ну, обычно-то как-то вопрос-то. Я отвечаю, ни одного. Как ни одного? Ну, ни одного. Я иду по камерам. Имел единственный, кому дозволялось беседовать с приговоренными к расстрелу, когда расстрел еще тогда был. У меня близкие отношения с прокурором края были, с Параскуном. Ну, и Юрий Николаевич. Вот, мы с ним близкие знакомые. И мне было разрешение там. Потому что они курят. Матерятся. Ну, и прочее. Да, они уже не такие. Когда они выходили, меня находили, приходили домой здесь. В дороге где-то еду, там встречались. Некоторые при церкви работают. Но я вижу, что они не готовые. Не готовые к крещению. А священник один раз пошел туда, полупьяный, как они говорят. И человек 200 крестил. Причестил, вернее, не крестил. Крестил там человек 15, это лоб помочил. Ну, это какая работа. Это, так это, один мираж. Обман. Подделка. Ну, вот я работаю. А какой результат? Нет результата, как будто бы. Ну, они выходят, и теперь приходят, и делаются другими. Семейная жизнь, встречается в другой раз. Где-то через дорогу приветствуется и кричит. Мне подходить к вам нельзя. Я вот такой-то. То есть, у них отношения просто трепетные. Вот, а так прийти, как попало. И вот вчера мы съездили, и Бог помиловал нас. И уже отъезжать. И пьяненький пришел мужичонка, у которого там жена имеет эти ключи. Но ключи мы не получили от квартиры. Вот скажет, а зачем милиция? Ну, ты понимаешь, не надо, я понимаю, надо. Что потом меня никто не обвинял, что вот полороты поехали, не думали, чужие люди среди ночи пришли. Так, ему легче меня, говорится, толкнуть, ударить, убить, чем выйти. Зима где-то. Ну, я помолился и поехал. Поехал и заранее приготовил такую бумажку отдать. Как? Да так, как апостол Павел. Он знал точно, что готовятся там такие люди. И племяннику сказал, скажи там сотнику. Ну, и они его ночью где-то спрятали. У меня угрозы никакой не было. Но я просто вперед события опережать. Я не люблю по уголькам ходить. А именно, профессионал должен опережать события на несколько шагов. Это вот место, где мы находимся. Это Ползунова 6 в Барнауле. Тоже место необычное. Я даже считаю, что такого места больше нет. Потому что, когда я освободился, был реабилитирован, стал судиться за конфискованную у меня фонотеку. Огромная фонотека. Я около 50 книг Аудио насчитал. Это Златоуст 12 томов, Жития, Библия, Архипелаг. Ну, а возвращать нечего. Все растащили-то. И 11 лет шел процесс. 11 лет. И я его выиграл. Ну, выиграл они полностью. Все, они заплатили. Это власть. Но и рассчитываться было нечем. КГБ оказалось в стороне. А все сумели переложить на городскую администрацию. И хорошая была там судебный исполнитель. Она просто потребовала с них рассчитать из Слабкина. Нам, значит, арестуем все движения средств бюджетникам там. И учителя никто не получит. Я предложил тогда рассчитаться недвижимостью. А был мэр города Баварин Владимир Николаевич. Очень хороший. В десятку лучших мер мэров России входил-то. Ну, и вот у них место это. Место, где мы сейчас находимся. Мы можем маленько пройти вперед, показать, где шел суд. И я привезли меня, посмотрел в окошко закрыто. Я говорю, о, это хорошее. А это что за домик? Да как это Туза как входит? Это 13 соток в центре города. А мне нужно, чтобы недалеко было от центра города, транспорт был. И сухое место было. Потому что там, где мы были, там сыры. Ну, так все и сделали. Это не видать из-за него. Все, это новое ветеринарное построили. За ним прямо рядом. Теперь музей истории и искусства, кажется. А тогда был краевой суд. Где меня судили? Вот интересно. Предложили мне два места в расчет. Погашение средств, которые, сумма, которую я выиграл. Там сколько там, ну, большая сумма-то. Как ее? А второе место, где? Это там сгоревший где-то магазин был напротив тюрьмы. Я говорю, там транспорт плохой. Тюрьма это уже... А это суд еще неизвестно, как будет. Я уже так, сферонизировал. Ну, и так и получилось. Вот Господь благословил. Мы здесь вот находимся, вот в этом доме молимся. Это наш храм. Хотя купол и прочее мы не ставим. Вон, дымок идет. Ничего я тут не делал много. Вон, на сарае понастроили. Тут уже береза была. Тут и елка, ель была. А вот это вот самая миндаль весной расцветает. Ну, все прекрасно. И недалеко от остановки. И люди приходят, и подвалы такие. Тут человек 12 у меня могут теперь только хранить картошку и прочее. Тут и для угля, и для всего места хватает. И у меня главная голубятня. Голубятня. А это вот ягоды красные. Это калина. Тут и... Кому надо, вот, приходят, где деда. Это для детей. Четыре качели. Эти, какая ее ель прекрасная. И я ее ничего не делал. Вот, а мне выделили. Да тут рядом-то, вишняк, вишни. Вот она, красная, калина. Калина красная. Она какая крупная. Горьковатая, конечно. Неплохо. Ну, что сделаешь? Но главное для меня голуби. Он ходит надулся. Интересно, пиджин по-английски пижон. Никакой птицы так не прилипает это слово. Натуральный пижон. И чуть-чуть потеплило, уже яйца несут. Температура на несколько градусов ниже. Гляжусь, сегодня собрал четыре яичка опять. Перед этим только, я не знаю, пять или шесть собрал. У меня немного сейчас голубей. Пятнадцать всего. Ну, пятнадцать там на второй голубятни и на третьей в Потеряевке. Так что, кормить надо. А это вот синички жулана у нас называется. Это моя кормушка. Я им каждый день насыпаю туда отходы от голубей. Это воробьев штук пятьдесят питается. И жуланы. А жуланы, они тут не посчитаешь никак. Они хватают по семечке, улетают. И одну семечку вот сядет, маленькую, лапами как-то зажимает ее. И не уронит, не увидишь никогда. Как у него точно. И дальше ее раздалбливают и зернышко вылавливают. Прилетают снегири, свиристели. Ну, тут много сорок. Вот они, жуланчики. Большая синица ее называют. Видите, как хорошо. Видите, крыши перекрыли железом. Вон она какая. Поднизу даже видать ее, что она железная. Все, пошли. Господь сохранил нас. Вон она, сидит.